Я приехала с дачи, посмотрела в этих очках, смотрю, сумма-то большая, 1140. Галия Гарифуловна получила новую квитанцию об оплате за квартиру два месяца назад. Сумма, указанная в графе «Коплате», превысила обычный тариф в 10 раз. Раньше пенсионерка платила 112 рублей, сейчас с неё требовали 1140. Та же бумажка заверяла женщину, что у неё в квартире теперь живут ещё три человека. Пенсионерка ходит по своим 33 квадратам, показывает нам, что живёт она совсем одна. Спать можно только на диване, зубная щётка в единственном экземпляре. Я говорю, давайте мне мою карточку, какие данные. Она, значит, это вытащила, смотрела, смотрела, а потом и говорит, а вы, Маркевич, знаете Екатерину? Я говорю, я не знаю и знать не хочу. Я говорю, я никого не прописывала и не собираюсь прописывать. В итоге в тресте попросили зайти через два месяца. На каком основании вы там прописали три человека? Девушка за окошком молча принимает квитанцию в квартиру 89. Затем достает карточки, прописанных в ней жильцов. Сначала одну, вероятно, нашей героине, затем ещё три. Возможно, лишние жильцы всё-таки имеются. Сведения о всех прописанных, кроме карточек, находятся также в компьютере. Нам удаётся снять картинку на мониторе. Она показывает, что жильцов больше, чем один. Можно даже прочитать некоторые фамилии. Первая наша героиня – Шакирова Галия Гарифуловна. Следом некая Маркевич Екатерина. И ещё три имени, разобрать которые сложно. Камера также случайно фиксирует, как оператор Треста, торопясь, удаляет лишние фамилии. Остаётся одна, та, которая и была прописана изначально. Всё у вас, женщина. Квитанцию получите, они уже печатаются. Чё, выписали этих людей? Да. Выписали? Да. Пришедший на шум главный инженер пытается уладить конфликт. Извиняется за грубость своих сотрудников, даже отчитывает операторов за нерасторопность. А вы почему меня не позвали? Я не позвала. Вы отправила к Маргарите Анатольевне. Не, ну вы здесь рядом. Здесь я сказала, что ты делаешь. Ну так надо подойти, было отправить. Ему хотя бы позвонить. У вас же телефон есть. Я извиняюсь за... Я перед вами извиняюсь за... Они разговаривают, вот и то даже. А со мной тем более. Я сейчас 40 в августе отстояла. По словам Владимира Лукьянова, три прописанных у пенсионерки человека – это всего лишь ошибка. Два треста объединяли в одну организацию, в итоге 60 тысяч лицевых счетов перепутались. А вот компьютер, говорит главный инженер, не обманишь, это система. А не у тебя есть компьютеры? То есть компьютеры нет ни фамилии, ни имен, ни отчества, да? Лишних фамилий в компьютере действительно уже нет. Но как они оттуда исчезли, мы уже видели. Мертвых, душ нет. Может быть они остались при передаче данных, то есть остались. Но вот они выявляются. То есть вот выявляются, жители обращаются. Мы где-то у нас, то есть как финансисты говорят, порвут показатели, то есть суммы не сходятся. Ну, выявляются. Так все же откуда взялись в квартире нашей героине неизвестные трое? Что это была халатность оператора, ошибка компьютера или незаконная прописка? В бывшем жилищном тресте считают, что это всего лишь сбой в системе. Виктория Комарова, Денис Шабанов, Новости ТВК.